Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня суббота, и мы собираемся топить баньку. Вернее, мы её уже топим. По старым латышским традициям, каждую субботу должна быть банька. Вон там, на горке, вы видите баньку моего соседа Андриса. У них банька топится по-белому, поэтому у них всё по-современному. Они тоже будут топить баню, но обычно они это делают чуть-чуть попозже, субботним вечером. А мы с мамой тоже топим баньку по-чёрному, которую устроила ещё моя бабушка. Вот тут, прямо у речки. Могу почувствую медицинскую шу volley. В старину у всех латышей баньки топились по-черному. Сейчас, как и раньше, каждую субботу в Латвии банный день. Но вот баньки по-черному – это редкость. По-черному – это когда нет трубы, топится каменка, и дым из бани выходит во все возможные отверстия. Сверху смешиваем. Сверху смешиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Веники обычно березовые, обычно, сейчас делают и другие, но традиционно это березовые веники. А веточки собираются до Иваново дня, до 23 июня, чтобы полезность веника была самой большой. Сейчас я беру из котелка водичку горячую и поливаю камни. Камни горячие, идет пар. Пар идет, и этим паром мы будем париться. Еще можно полить, чтобы побольше было. Вот так шипит все, и веничек можно положить. Веничек ложится на камни, и вот так поливается, и пропаривается. Вот таким образом. Сейчас нагреется веничек. Надо довезть так горячим веничком. Я после парилки тут в предбанике. Самочувствие отличное. Снег сегодня не прыгало. На улице достаточно холодно. Минусовая температура. Тем не менее, после бани, в предбанике, даже несмотря на то, что на улице снег и минусы, мне совершенно не холодно, потому что я напарилась, и мое тело после березового веничка абсолютно чистое. Ощущение, как будто бы родился заново. Банька по-черному, вообще-то, это супер. Недаром люди пользовались такой банькой веками. Обуваюсь, туфли одеваю на босую ногу, потому что по снежку дойти до дома совсем недалеко, и вообще не будет холодно. Иду готовить чай, или липовый, или малиновый, какой там у нас будет на полках. Совершенно не холодно после парилки. Всем советую. Выбор чая в любом доме латвийца достаточно большой. Можно, конечно, пить классический цейлонский черный чай, но у нас можно выбрать полынь, календулу, мяту люди собирают, или же ромашку, или же даже тмин. Я сегодня заварю ромашку. Засыпаю ромашку в чайничек и залью кипятком. Сразу уже у нас получается красивый ярко-желтый цвет. Сейчас накроем кружечкой, пусть чай заваривается. Пить чай мы будем с латвийским медом из настоящей пасеки. Вот в таких банках продается. И с имбирем, который я привезла из Кикского монастыря на Кипре. Выбираем заварку и наливаем горячий ромашковый чай. Он такого красивого желтого цвета. Это очень полезно, особенно после бани. Будьте здоровы, друзья, и живите долго. Вкусно, с медом. Мама в баньку ходила всю жизнь. Ей сейчас 90 лет, и она все еще ходит в парилку. И после баньки пьет горячий чай. Подпишитесь на мой канал. Смотрите, узнавайте новое. Набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка.